Приветствую всех, кто оказался на моем канале. В этом видео обзоре я расскажу о вот такой вот GSM сигнализации G10C. Это новая модель в линейке GSM сигнализаций. Она выпущена в 2016 году и сегодня речь пойдет именно о ней, о ее функциях, возможностях и особенностях. Начну с комплектации. Стандартная комплектация практически для всех сигнализаций комплектных. Это датчик движения, крепежи для него, датчик открытия двери либо окна, два пульта, сирена, ну и инструкция. Инструкция на английском языке в комплекте. Я в описании к видео дам ссылочки на магазины, где можно заказать эту сигнализацию уже с русской инструкцией. В частности в Украине, в Китае русская инструкция пока еще не доступна. Китайские фабрики еще пока не перевели. В Украине есть уже магазины, которые перевели эту инструкцию достаточно качественно. Итак, значит, сирена стандартная. Проводная подключается к консоли. Я хочу провести параллель с вот такой вот сигнализацией. Очень известная, кто интересуется китайскими сигнализациями, наверняка мог встречать в продаже вот такую модель. Она является очень популярной. И эта модель G10C является усовершенствованным аналогом вот этой модели. Она в свое время была очень широко известной и популярной. Это достаточно качественная сигнализация. Завоевала доверие многих пользователей. Эта модель усовершенствованная. Сразу же, что хочется отметить. В этой модели были брелки чуть-чуть худшего качества. На функциональность это никак не сказывалось, но вот эти брелки уже немного лучшего качества, скажем так. Попрочнее и посовременнее. Также здесь видно, что пластик в новой модели более белый. Это на фоне новой модели отдает немножко таким желтизной, скажем так. Датчик движения, датчик открытия. Все такое же, как и в этой комплектации. Убираем их. И раз уж я начал производить сравнительный обзор, Тогда я начну о отличиях. В новой модели антенна уже идет встроенная. GSM. Здесь она привинчивалась. Здесь антенна уже встроенная идет. Брелки другие, я сказал. Новая светодиодная индикация. Здесь вот такие вот светодиоды были. Здесь уже они выведены по-другому. И вертикальная ориентация, здесь горизонтальная. Но в принципе это не существенно. Значит, в этой модели уже идет проводных зон 3. То есть для подключения проводных датчиков. Здесь было больше. Если не ошибаюсь, около 5, по-моему. Или 4 зоны проводных здесь было. Но это не имеет особого значения, потому как в каждую проводную зону можно добавлять несколько проводных датчиков. То есть, допустим, зона номер 1 проводная может быть помещение зал. И в нее можно добавить 3 или 4 датчика. Неважно, каких проводных. Но главное, чтобы они были все изначально в исходно одинаковом состоянии. То есть, либо нормально закрытые, либо нормально открытые. Для тех, кто не в курсе, нормально открытые датчики, это те датчики, которые до сработки находятся в разомкнутом состоянии. То есть, контакт в них разогнут. Когда происходит сработка, контакт замыкается. Нормально закрытые, наоборот. Контакт по умолчанию замкнут. При открытии двери, допустим, как здесь, магнит уводится, контакт разрывается. Это датчик является нормально закрытым. То есть, нормальное положение для него, контакт замкнутый. Также, это же относится и к проводным датчикам. То есть, три зоны проводных более чем достаточно. Уберем эту модель. В принципе, буду на словах. В этой модели уже имеется более качественный перевод как инструкции, более полный, так и диктор. Дикторское меню. Здесь идет голосовое сопровождение. Полностью на русском языке. Мы это увидим. Сейчас она загрузится. Система снята с охраны. Вот, диктор говорит на русском понятном языке, что система снята с охраны. Также в этой модели уже выведен динамик на центральную панель. Он лучшего качества, чем вот в этой модели существенно и громче. Когда, особенно в режиме переговоров, интерком, если вы хотите поговорить удаленно через GSM-сигнализацию с посетителем, по этому динамику очень слышно, достаточно четко все слова. Можно говорить, как по телефону, через GSM-сигнализацию. Следующее отличие, основное, это оповещение СМС о постановке и снятии с охраны. Допустим, если в магазине, вы являетесь владельцем магазина, вам необходимо знать, во сколько ушел ваш сотрудник и во сколько он пришел на работу. И не посещал ли он объект ночью в своих каких-то личных целях. Ставится функция оповещения о постановке и снятии с охраны. Когда подчиненный ставит на охрану, вам приходит СМС на ваш телефон, что система взята под охрану. Также, если он придет в неположенное для него время, вам придет отчет СМС о том, что система была снята, допустим, в 2 часа ночи. То есть, сразу же понятно, легко вычислить, кто это был, потому что пароль, естественно, будет знать ограниченное количество лиц. Вот такая функция есть, новая, очень полезная. В этой модели идет уже поддержка приложения на мобильный телефон, смартфон. То есть, управлять всеми функциями теперь стало гораздо проще. Нет необходимости запоминать все коды, адреса, что за что отвечает. Практически все можно настроить с мобильного телефона. Это делается очень просто теперь. Дальше. можно переименовать каждую зону. То есть, раньше приходило сообщение вида зона 1, зона 2, зона 3. Сейчас можно конкретно указать, что переименовать зону 1, допустим, в зону под названием гараж. Когда будет, если у вас, допустим, дом, и имеется рядом хоз постройки, гараж, и датчики там тоже расположены, то когда происходит тревожная сработка, вам в сообщении придет уже сразу, что сработали датчики в зоне гараж. То есть, уже понятно, где, что, куда уже ехать смотреть. Так, поддержка CID протокола. В этой сигнализации есть возможность постановки ее на пульт частной охранной структуры. То есть, она может отправлять тревожные коды для того, чтобы приезжала бригада охранников частной структуры на объект выезжала. В сигнализацию можно указать до шести мобильных номеров для тревожного оповещения к голосам и до трех номеров для СМС-оповещения. Также в этой сигнализации имеется управляемый релейный выход. Например, можно позвонить удаленно с мобильного телефона и в режиме голосовой связи, допустим, подать электропитание на какой-либо прибор. Здесь на задней панели есть клеммная колодка, где есть релейный выход. То есть, электроприбор подключается в разрыв цепи. Но следует знать, что максимальная нагрузка не должна превышать 7 А. То есть, это максимальная нагрузка, если 10 А, это 2,2 кВт, то есть, ну, где-то полтора кВт, это предел. Если необходимо подать питание на какой-то более энергоемкий прибор, то тогда уже необходимо использовать промежуточные реле. Они продаются, они дорогие, на большую нагрузку, чтобы не спарить внутренний реле. Здесь же уже на задней панели кнопочка On-Off, кнопочка Set, которая используется для перехода в меню программирования. Вот сейчас нажмем ее. Введите установки. Кодирование дистанционного управления. Вот, все на русском языке. Кодирование обнаружения. То есть, это кодирование датчиков движения. Вот, эта кнопочка Set, все очень легко управляется без каких-либо проблем. Выход настрой. Особенно, если есть русскоязычная инструкция, то проблем вообще никаких нет. Здесь вход под проводную сирену и также эта модель поддерживает подключение беспроводной сирены. То есть, есть беспроводные сирены. Можно ее установить на улице где-нибудь, скажем. И, когда сработает тревога, сирена будет работать независимо от централи. Она пошлет тревожный сигнал. Сирена сработает и, как в случае с такой сиреной, провод уже не перережешь, потому что сирена находится вдали. Так, ну, сейчас я продемонстрирую кратко ее возможности. позвоним на централь и послушаем, что она там нам говорит и что можно сделать. Включаю на громкую связь. Отвечает диктор на русском языке необходимо ввести пароль. Существует два типа паролей. Один пароль для программирования, другой для управления. Пароль для программирования 4 восьмерки он нужен для изменения технических характеристик и управления и программирования различных функций этой централи. Для управления, когда уже настроена сигнализация, пароль 4 восьмерки фактически не нужен. Нужен только пароль 1, 2, 3, 4 для управления. Вот сейчас я его ввожу. 3, 2, 3, 4 нажать 1 поставить на охрану нажать 2 снять охрану нажать 3 проверка нажать 4 внутренняя связь. Вот. То есть диктор говорит все на русском языке 4 это двухстороннее переговоры. слишком близко телефон находится зафонило значит то есть кнопка 4 можно разговаривать удаленно напрямую с посетителем если бы мы нажали кнопку 3 мы могли бы прослушать здесь микрофон что происходит в помещении это нужно когда сработала тревога звонит и чтобы уже окончательно убедиться есть ли кто-то в помещении стоит ли подниматься ехать среди ночи то есть можно еще дополнительно прослушать есть ли какие-то звуки и шорохи в помещении то есть можно услышать голос посетителя какого-либо и тогда уже соответственно выехать. Нажать 1 поставить на охрану нажать 2 снять с охраны нажать 3 проверка нажать 4 внутренняя связь Вот. Нажать 1 мы сейчас поставим на охрану кнопочка 1 Диктор подтвердил что система под охраной и сейчас мы произведем сработку датчиком движения он уже привязан должен быть с завода Зона 2 Зона 2 Тревога Диктор сказал и ага так что мы сирену мыли вот здесь вот вот то есть сработала сирена продолжительность работы сирены можно регулировать она может по умолчанию она работает в течение 180 секунд Это значение можно менять, также если сигнализация звонит и не может дозвониться на номер доверенного абонента, она начнет автоматически обзванивать номера в списке, то есть их, как я говорил, уже может быть до шести. Если она не дозвонится на первой, она будет звонить на второй, то есть она будет ждать ответа. Если она не дозвонится никому, она еще несколько раз, не помню, дважды или три, по-моему, дважды пройдет по всем номерам, обзвонит еще раз и останется в режиме охрана, то есть останется под охраной, если никто ее не отключит. Так, в общем-то я перечислил все функции, ниже под видео ссылки, более детальные технические характеристики можно посмотреть там, их нет смысла все задиктовывать, я рассказал лишь основные отличия от вот такой вот же сигнализации. То есть кроме этих отличий, она совмещает в себе еще все функции этой сигнализации, SGA 0604, на нее тоже я отдам сейчас ссылочку на видео обзор, есть, можете посмотреть, может быть там что-то будет дополнительно, вы узнаете об этой. На этом, в принципе, все, все функции основные я перечислил. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok